МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эта бронированная гусеничная машина стала самой массовой в мире. Было выпущено около ста тысяч таких танков. Они несут службу в армиях десятков государств. Нестареющие Т-55 в фильме «Оружие». В середине 50-х годов прошлого века обстановка в мире серьезно обострилась. Набирала обороты холодная война. Противостояние двух военно-политических группировок. Блок НАТО возглавляли Соединенные Штаты Америки. Организацию Варшавского договора Союз Советских Социалистических Республик. Обе стороны обладали ядерным оружием и крупными арсеналами обычных вооружений. Европейский континент рассматривался как наиболее вероятный театр военных действий. При этом допускалось применение атомных боеприпасов малой мощности. В таких условиях к сухопутным войскам требовался танк, экипаж которого мог бы продолжать вести боевые действия в условиях ограниченной ядерной войны. Основу бронетанкового парка Советской Армии в то время составлял средний танк Т-54. Он был хорошо защищен и вооружен, обладал высокой подвижностью и проходимостью. Его конструкция была вполне отработана с инженерной точки зрения. Промышленность наладила серийный выпуск этой машины во все возрастающих количествах. Поэтому военно-политическое руководство Советского Союза не видело необходимости в создании принципиально новой модели среднего танка. Вместо этого конструкторы получили задачу, взяв за основу Т-54, максимально ослабить воздействие основных факторов ядерного взрыва на экипаж, основные узлы и агрегаты. Танк должен был противостоять световому излучению, проникающей радиации, электромагнитному импульсу, ударной волне огромной силы, а также действовать на местности, подвергшейся радиоактивному заражению. Конечно, речь шла не о полной защищенности машины, а лишь о степени ее уязвимости. Задание было выполнено в Нижнем Тагиле, на Уралвагонзаводе. Группу инженеров, которые трудились над проектом, возглавил Леонид Карцев. Карцев Леонид Николаевич, выдающийся конструктор бронетехники, лауреат государственной премии. Родился в 1922 году. Участник Великой Отечественной войны. Окончил Академию бронетанковых и механизированных войск. С 1953 по 1970 годы главный конструктор танкового КБ Уралвагонзавода. По сравнению с Т-54, внешний облик очередной нижнетагильской машины практически не изменился. Однако в ее конструкции было столько новых инженерных решений, что назвать ее простой модификацией 54-ки было бы неверно. Поэтому машина на вполне законных основаниях получила собственный индекс Т-55. В мае 1958 года приказом министра обороны танк был принят на вооружение советской армии. Т-55. Средний танк. Боевая масса 36 тонн. Длина 9 метров. Ширина 3,2 метра. Толщина лобовой брони 100 миллиметров. Двигатель дизельный, мощностью 580 лошадиных сил. Скорость до 50 километров в час. Вооружение. Пушка калибра 100 миллиметров. Два пулемета калибра 7,62 миллиметра. Экипаж 4 человека. Боевая масса, вооружение и бронезащита 55-го почти не претерпели изменений. Немного снизилась толщина броневых листов задней части корпуса. В отличие от 54-го, на новом танке уже не было зенитного пулемета. Увеличился боекомплект пушки, вырос запас хода. Принципиальные же отличия от 54-ки заключались в другом. Т-55 стал первым в мире серийным средним танком, который мог применяться в условиях ядерной войны. Главным элементом противоатомной защиты был вентилятор. Создаваемое им избыточное давление не пропускало радиоактивную пыль внутрь танка. Конечно, ни одна машина в мире не могла бы уцелеть при попадании в эпицентр ядерного взрыва. Однако лишь 55-й был способен вести бой на зараженной местности. Для этого применялись системы полной герметизации корпуса, автоматического пожаротушения, установка фильтрования воздуха, приборы измерения радиоактивного излучения. Автоматическая система ППУ этой машины тоже по сравнению с танком Т-54 была усовершенствована. Повышена ее надежность. На машине был установлен более мощный дизель В-55. В дальнейшем вместо дизеля В-55 устанавливался В-55В. Соответственно, немного была усилена трансмиссия. На Т-55 появился еще более совершенный двухплоскостной стабилизатор вооружения. Пушка осталась практически той же. Несколько изменилось приборы прицеливания и наблюдения. Систему управления танком снабдили гидроусилителями. Работа механика водителя стала намного легче. Теперь он мог управлять машиной на протяжении более длительного времени. Благодаря полной герметизации корпуса В-55 был конструктивно подготовлен к преодолению водных преград глубиной до 5 метров и шириной до километра. Ограничение ширины было связано с возможностью перегрева двигателя, так как система охлаждения на машине применялась вентиляторная. Ну и, по сути дела, при движении машины под водой вентилятор никакого охлаждения радиатором не создавал. В ходе эксплуатации Т-55 выявилась высокая надежность машины. Ходовая часть, трансмиссия, двигатель были выносливы и неприхотливы в обслуживании. Промышленностью Т-55 выпускался с 1958 по 1962 годы. За это время в Харькове, Нижнем Тагиле и Омске было произведено около 4 тысяч машин. В 1961 году система защиты от оружия массового поражения танка Т-55 подверглась модернизации. Броня изнутри была выслана противорадиационным подбоем, то есть слоем специального изолирующего материала. Он задерживал и ослаблял нейтронное излучение. Появился и так называемый надбой, наружный слой защиты. Танк получил улучшенные средства связи, приборы наблюдения и наведения. Эта машина выпускалась под индексом Т-55А. Благодаря технологичности конструкции, простоте и надежности узлов и агрегатов, промышленность могла производить его в массовых количествах. Это позволило вооружить 50 пятками не только бронетанковые войска советской армии, но и армии, стран-участниц Варшавского договора, государств Азии, Африки и Латинской Америки. Вместе с танком Т-54 этих две модели было примерно 70 тысяч единиц выпущено. Но опять же, это самые массовые машины советского производства, которые имели боевой опыт. История боевого применения танка Т-55 началась в 60-е годы и продолжается до сих пор. География использования невероятно широка. От африканских саванн до ближневосточных пустынь, от гималайских предгорий до индокитайских джунглей. Самое широкое применение Т-55-ки нашли в арабо-израильских конфликтах. Ближний Восток на долгие годы стал ареной боестолкновений, в которых Т-55 пришлось воевать против английских Центурионов и американских М-48. Участники этих событий высоко отзывались о боевых качествах советских танков. Хорошо обученные экипажи египетских и сирийских бронетанковых частей могли вполне успешно противостоять любым машинам израильтян. Т-55 широко использовались в Афганистане, вполне отвечая условиям этой войны. В качестве средства транспорта и передвижения танки были основные. Но доходя до горы в том же Паншере, в том же Гиндокуше, где у нас боевые действия, они подходили, в гору не лезли, потому что негде пройти было, и становились внизу. То есть охраняли пути коммуникации, там какие-то дороги. В 80-х годах по опыту войны в Афганистане несколько тысяч советских Т-55 прошли глубокую модернизацию, направленную на усиление бронирования. Танки Т-55 модернизировались как усилением броневой защиты, так и применением на этой машине управляемого вооружения, в частности противотанков управляемого вооружения устанавливались Бастион. Последние танк уже стал тогда ракетно-пушечным танком. Ну и на танках Т-54 и Т-55 применялся вариант бронирования, который тогда называли сленговым, опять же так, афганским вариантом. Это когда на броне устанавливались дополнительные броневые детали, так называемые, брови, на наклонном броневом листе. Тоже дополнительная броневая деталь, причем и броневые детали башенные, и которые на наклонном листе броневом корпус устанавливались, они были комбинированными броневыми деталями, а не просто какие-то монолитными. Улучшались условия защиты механика водителя, опять же, от противоднищевых мин. Ну и в связи с тем, что машины при этом стали тяжелее, несколько пришлось усилить ходовую часть, в частности, поставить более мощные амортизаторы, соответственно, более мощные двигатели для того, чтобы сохранить подвижность этих машин. Обновленный танк получил индекс Т-55 АМВ. Множество проектов модернизации Т-55 предлагается и в настоящее время. Советские танки хорошо известны на Западе. Один из немецких любителей автомототехники сконструировал и собрал самый тяжелый мотоцикл в мире. В качестве двигателя для этого пятитонного монстра использован дизель-танка Т-55 Десятки тысяч Т-54 и Т-55 продолжают нести службу в армиях многих государств. Они навсегда останутся на страницах истории военного дела как самые массовые танки 20 века. Новый танк, разработанный в Нижнем Тагиле, в полном смысле слова вырос из Т-55. Он был крупнее по габаритам, лучше защищен и вооружен. Тагиле, Продолжение следует... Продолжение следует...